Радио Крым. Главное на полуострове. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами по-прежнему ведущий Денис Маринин. И я рассказываю вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходят у нас на Крымском полуострове. Но и вы помните, что я заявлял о том, что две основные темы, которые проходят красной нитью на протяжении всего моего эфира, касаются газоснабжения Крымского полуострова и начала отопительного сезона в Крыму. Кстати, по поводу начала отопительного сезона в Крыму. У нас накопилось очень много вопросов, на которые ответит наш гость. Сегодня у нас в студии Виктор Дойчев, генеральный директор государственного предприятия Республики Крым. Крым, теплокоммунэнерго. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые крымчане. Виктор Васильевич, начать наше общение. Я вот предлагаю с отопительного сезона, который уже полновластно вступил в свою силу. И подключение различных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов началось в разных городах Крыма, в том числе и Симферополе. Расскажите, пожалуйста, какие дома уже, какие города подключены, а где еще ведется работа? Может быть, есть небольшие какие-то проблемы, которые в ближайшее время будут исключены? Сегодня главой Республики Крым Сергею Валерьевичу Максионову дан старт начала отопительного сезона. И согласно существующих нормативных документов, постановление правительства Российской Федерации номер 115 и номер 115 приказом Министерства топлива и энергетики России, в котором говорится, что если температура наружного воздуха в течение пяти дней ниже плюс 8 градусов, главы решения о начале отопительного сезона принимают главы муниципальных образований Республики. При принятии этого решения они руководствуются ранее озвученными нормативными документами. На сегодня отопительный сезон стартовал и принято решение главами администрации в Валуще, Жанкое, Евпатории, Керчи, Симферополе, Пеодосии, Белогорске, Бахчисарая и в Симферопольском районе. В первую очередь запускаются социальные объекты. Значит, приоритет это запуск больниц, поликлиник, родильные дома. Второй этап это запуск дошкольных учреждений, это детские сады. И третьим этапом запускаются школы. Жилье мы запускаем уже как бы следующим этапом, запускаем многоэтажные, многоквартирные жилые дома. Виктор Васильевич, я вот знаю, что заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Инвера Блаев заявлял, что до 2 ноября во всех многоквартирных домах Крыма будет включено отопление. Но будет ли это совпадать, раз вы говорите только сегодня, официально объявили о запуске, о открытии отопительного сезона? Успеют ли к этому числу или есть какие-то еще работы? Нет, начало отопительного сезона главной администрации приняли, это я назвал те города, административные районы, в которых уже начался отопительный сезон. А решения принимались раньше, скажем, Симферополь принял решение о начале отопительного сезона 24 октября 2018 года, постановление номер 5280. Я озвучил там, где уже начался отопительный сезон. Не начался еще отопительный сезон в Ялте. Мы понимаем, что там теплее, намного теплее. Поэтому мы всегда отдаем приоритет запуску северных районов. Это мы говорим о Джанкое, о степных районах. Где намного холоднее. Где, конечно, намного холоднее. Дальше уже, как бы, на последнюю очередь остаются это южнобережные города. Это Ялта, Алушта, Феодосия, ну и, конечно, Керчь. Виктор Васильевич, ну, слава богу, запустили отопительный сезон, он в действии. Но я так понимаю, что на ваши плечи ложится и еще большой объем работы, связанные уже к зиме. И есть какие-то работы, которые сейчас проводите или будете начинать проводить в ближайшее время? Ведь зима там, где будут уже морозы и другие технологические требования к работе тех же котелин. Что происходит? Расскажите подробности все. Дан старт началу отопительного сезона 2018-2019 года. Начало отопительного сезона все источники тепла, вырабатывающие источники тепла, это котельные. Центральные тепловые пункты, тепловые сети подготовлены для начала отопительного сезона. Мы уже его начали. Конечно, но учитывая состояние оборудования, которое сегодня в Крымте Плакомненерго, это и сети, и тепловые пункты, и состояние котлов, мы осуществляем ремонты и в отопительный период. Мы занимаемся ремонтом резервного оборудования. Это не скажется на качество отопления наших жителей, наших крымчан. Виктор Васильевич, мы все знаем, в каком состоянии находятся эти теплосети, и какое наследство нам досталось от Украины, что на протяжении десятилетий не производились ни текущие ремонтные работы, ни капитальные ремонты, ни даже замена или изоляция этих теплосетей. Я думаю, сейчас-то эта работа намного эффективнее началась, и есть уже и денежные средства. Расскажите об этом поподробнее. В России есть несколько источников финансирования на производство ремонтных работ, модернизации теплосетического оборудования. Мы 3 октября 2017 года зашли в свободную экономическую зону. Это дало нам достаточно много преференций и определенную сумму денег для того, чтобы мы могли проводить ремонт своего оборудования. Это одно направление. Второе направление – это федеральные целевые деньги, которые тоже в Российской Федерации есть. При достойной защите проектов можно пользоваться этими источниками финансирования. Есть на сегодня и республиканские институционные программы. Это третий источник финансирования, который тоже позволяет производить все необходимые ремонтные, модернизации оборудования теплотехнического за счет средств республики. Есть еще и собственные средства, которые зарабатывают предприятия. Это за счет амортизации. Мы тоже проводим ремонт нашего теплотехнического оборудования. Поэтому, конечно, нет сравнения Украины и России. Здесь существует много источников финансирования. И только надо хорошо работать, использовать все возможности для достижения хороших результатов по ремонту и модернизации оборудования. Виктор Васильевич, насколько мне известно, котельные работают у нас в Крыму не только на газе, но и на других природных ресурсах. Я имею в виду мазут и уголь. Достаточно ли этих ресурсов для работы наших котельных в Крыму? И интересно, есть ли какие-то пилотные проекты, может быть, совместные проекты или ваши разработки, в которых вы используете и альтернативные источники энергии? Раскрывайте все карты. Все карты раскрыть невозможно. Очень долго придется с вами быть в эфире. Учитывая то, что у нас Крым Теплокоммунерго сегодня обслуживает 237 котельных, из которых 216 вырабатывают теплоэнергию на природном газе. 19 котельных работают на жидком топливе. И даже есть две котельные на угле, которые находятся в Большой Ялте. Там, где нет природного газа, это Парковая и Голубой залив. ПГТ – Голубой залив. Значит, что касается наличия топлива, на сегодня заключены договора на все виды топлива. Это и печное топливо, это и мазут, это и уголь для отопления вот этих двух котельных, которые мы указывали. Альтернативное видное предприятие пока мы не используем, но приоритетом на ближайшие годы мы ставим себе задачу и уже ведем эту работу. Есть котельные в Керчи, работающие на мазуте, есть в Симферопольском районе, и мы собираемся за счет средств свободной экономической зоны в 2019 году перевести их на природный газ. А вот по поводу альтернативных источников энергии, может быть, на другом природном ресурсе каком-то, ну не знаю, техника же не стоит на месте, как я слышал. Может быть, уже что-то ученые придумали или предложили вам опробовать запустить какой-то пилотный проект, чтобы какая-то котельная поработала на другом каком-то альтернативном источнике. По моему глубокому убеждению, на данный момент наиболее эффективным видом топлива для выработки тепловой энергии является природный газ. Все, на этом ставим точку и прерываемся на музыкальную паузу, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами, и мы обязательно продолжим, напомним, что у нас в гостях Виктор Дойчев, генеральный директор Крым Теплокоммунэнерго, и мы говорим о начале отопительного сезона и всех нюансах, проблемах и успехах, связанных с этой непростой работой коммунальных служб. Вы слушаете Радио Крым. Мы продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. С вами по-прежнему ведущий Денис Маринин. И сейчас мы говорим о начале отопительного сезона в Крыму и, в частности, Симферополе, ремонте и замене сетей, различных вопросах, связанных с использованием и автоматизированием котельных. И на все наши вопросы отвечает наш гость. Сегодня у нас в студии, дорогие радиослушатели, Василий Дойчев, генеральный директор государственного предприятия Крым Теплокоммунэнерго. Виктор Васильевич, мы обсудили уже разные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, и хотелось бы узнать вот еще что. Ведь одной из основных задач или приоритетных направлений в работе вашего предприятия является внедрение инновационных и энергосберегающих технологий. Что делается в этом направлении? Есть какие-то наработки, успехи? На сегодняшний день основным направлением развития ГУПРК Крым Теплокоммунэнерго является внедрение современных технологий в производственные процессы предприятия. Результаты внедрения которых приведут к снижению затрат на энергоносители, затрат на обслуживание и ремонт технологического оборудования и на оплату труда. Положительный результат приносит применение предварительно изолированных труб и гибких полимерных теплоизолированных труб, которые применяются в рамках реализации ремонтной программы предприятия. На данный момент разрабатывается и прорабатывается возможность на базе нашего предприятия производства предварительно изолированных труб. В случае реализации данного проекта предприятие сможет увеличить годовой объем замены тепловых сетей и превысить показатель более 10% от общего количества изношенных тепловых сетей. Мы буквально позавчера приезжали представители из Питера, мы нашли площадку, есть у нас такая площадка и готовы разместить линию по изготовлению предизолированной трубы. Значит, сейчас просчитываем все экономические показатели, и это будет первый мини-заводик по производству этих труб. То есть прямо на месте будете уже производить, чтобы не были бы огромные затраты на их перевозку, закупку и так далее? Это раз. И второе, это то, что мы под свою производственную программу будем производить эти трубы. Есть программа производственная, мы под нее произвели, учитывая ПЗ-44, по которому нам приходится работать, это срывает и планы ремонта, а здесь мы сами составляем программу и производим эти трубы. Виктор Васильевич, ну вы как-то скромно так говорите, заводик откроем. Судя по информации, то, что на самом деле происходит, сколько еще предстоит заменить таких труб у нас в Крыму, а там чуть ли не под 80-90% их изношенность, то есть заводику придется попыхтеть, я бы даже сказал, поработать, или даже расширить эти линии, чтобы вырабатывать большее количество таких труб, ведь они так необходимы для вашей организации, для всех крымчан. Конечно, это очень важно, я с вами очень согласен, мы будем увеличивать производство таких труб, но на сегодняшний день важно эти трубы выпустить, сделать эти трубы, но самое главное их уложить в те места, в те трассы, провести замену этих теплотрасс. Поэтому мы рассматривали разное, значит, есть линии производительностью 200 метров погонных в сутки, а есть 400 метров, есть 500. Сейчас сформируем экономические показатели, важна цена этой линии. 200 метров стоит там, условно говоря, 10 миллионов, а 400 метров стоит 25. Поэтому все будет исходить из финансовых возможностей нашего предприятия. Также хочу отметить, что на сегодня мы производим замену котлов на современные котлы. Закрублена у нас программа по диспетчеризации котельных, управлению и автоматическому регулированию. На сегодня мы делаем несколько пилотных проектов для того, чтобы полностью исключить человеческий фактор и управлять всеми технологическими процессами автоматически, без обслуживающего персонала. Виктор Васильевич, мы обязательно продолжим обсуждать эту тему и запуск вот этих ноу-хау, этого пилотного проекта вашей организации. А сейчас, дорогие радиослушатели, мы прервемся на рекламу, ой, на новости и музыкальную паузу. Напомню всем радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Виктор Дойчев, генеральный директор Крым Теплокоммун Энерго. И мы говорим о проведении отопительного сезона в Крыму. Радио Крым. Главное на полуострове. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. С вами по-прежнему ведущий Денис Маринин. И напомню, что сейчас, в эти секунды, в эти мгновения мы говорим о начале отопительного сезона и той работе, которая проводит один из флагманов Крыма, наше предприятие Крым Теплокоммун Энерго, чтобы люди были с теплом, чтобы дети были с теплом, и все социально-культурные объекты, и объекты здравоохранения, и так далее. И в гостях у нас, напомню, в студии у нас находится гость Виктор Дойчев, генеральный директор государственного предприятия Крым Теплокоммун Энерго. Виктор Васильевич, мы остановились на том, что говорили об автоматизации различных технологических процессов именно в котельных. И вы рассказывали о том, что уже идет модернизация и запуск новых каких-то программ. Расскажите об этом. Продолжим этот разговор. Расскажите поподробнее, что это даст, в первую очередь, вам, что это даст крымчанам. Мы активно занимаемся внедрением системы автоматизированного управления производственными процессами и системой диспетчеризации. Внедрение данной системы даст нам снижение расходов энергоносителей. Это и электроэнергии, и газа. Снижение затрат на обслуживание и ремонт технологического оборудования. Снижение затрат на оплату труда, учитывая то, что котельные будут автоматизированы, мы, я уже говорил, исключим человеческий фактор. Также внедрение данной системы автоматизации позволит обеспечить удаленное управление и считывание информации. И тем самым принимать оперативные решения по имеющимся у нас утечкам по воде либо отключению потребителей. Повышение безопасности и улучшение скорости и качества принятия решений. Работу системы автоматизации индивидуальных тепловых пунктов повысит качество получаемых услуг нашими потребителями. Виктор Васильевич, ну и коли мы поговорим о профессиональных навыках, кадровом потенциале, хотелось бы узнать, достаточно ли у вас профессионалов своего дела, кадров, ведь от этого зачастую зависит и эффективность работы вашего предприятия, молниеносное реагирование на те или иные происшествия, исправления тех или иных аварий, не дай бог, конечно, или каких-то чрезвычайных ситуациях. Как у вас с кадрами? Достаточно ли профессионалов или все-таки чувствуете, испытываете какую-то необходимость в тех или иных специалистах? Я хочу сказать, что в Крыму Крым Теплокоммунерго имеет филиалы в Джанкое, Евпатории, Симферополе, Феодосии, Керчи, Ялте и Алуште. На многих филиалах, кроме Теплокоммунерго, работают династии, целые династии. Начальником района, железнодорожного района города Симферополь, работает Аблещенко Анатолий Данилович. У него это 46-й сезон, отопительный сезон. Поэтому я искренне благодарю всех своих коллег высокопрофессиональных за то, что они вкладывают душу в то, чтобы готовить оборудование, сети и котельные к отопительному сезону. Конечно, сегодня хочу поблагодарить и директоров филиалов, Джанкойского филиала, Горчинского Ивана Бориславича, директора Алушинского филиала, Сердякова Геннадия Николаевича. На сегодня стопроцентный запуск объектов теплоснабжения. У них все объекты, которые получают тепло, в этих филиалах уже запущены. Все работают четко? Все работают уже. Ну, а я имею в виду о кадровом потенциале. Достаточно ли специалистов? Или, может быть, не хватает каких-то профессионалов или узких каких-то профессий специфических, которые подходят только для вашего предприятия? Предприятие остро нуждается в кадрах, в рабочих кадрах. Это специальности электрогазосварщик. Это специальности слесарь по ремонту тепловых сетей. Это элитные специальности слесаря контрольно-измерительных приборов. Электромонтеры. Мы приглашаем всех крымчан, имеющих такие специальности, приходите к нам на работу. У нас хорошая зарплата, у нас хорошие условия, у нас социальный пакет для работающих. Поэтому приглашаем по этим специальностям к нам в большой коллектив. Виктор Васильевич, а вот мне интересно, сотрудничаете ли вы с какими-то университетами или институтами, которые выпускают людей с такими профессиями? Или у нас в Крыму с этим тоже существуют определенные сложности? Сегодня мы сотрудничаем, у нас договор уже несколько лет, с капоксом по инженерно-техническому персоналу, по людям с высшим образованием. Но практически все специальности на сегодня укомплектованы. Поэтому те специальности, которые я назвал, это есть дефицит на предприятии, и мы готовы сотрудничать с любым учебным заведением, которое выпускает эти специальности. Ну что ж, я напомню всем радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Виктор Дойчев, генеральный директор государственного предприятия «Крым Тепло Коммун Энерго». И говорим мы с нашим гостем о начале отопительного сезона в Крыму, работе котельных, автоматизации многих из них. Различные вопросы обсуждаем. У нас буквально есть одна-полторы минутки, Виктор Васильевич, какие-то пожелания или, может быть, перспективы на будущее в работе вашего предприятия? Что ожидает нас и что ожидает вас? Может быть, какие-то будут подвижки еще, усовершенствования, вложения денег в какие-то направления? Традиционно я всегда в окончании эфира всегда обращаюсь к нашим крымчанам с огромной просьбой. За все в жизни надо платить. Я очень прошу крымчан, чтобы они оплачивали те услуги по теплоснабжению, которые они получают. Это отопление и горячее водоснабжение. Потому что без оплаты за энергоносители очень тяжело нашему предприятию. Мы потребляем сложные предприятия, которые потребляют и электроэнергию, и газ, и воду. Поэтому прошу всех крымчан вовремя оплачивать полученные услуги. Что касается предприятия, у нас грандиознейшие планы. Мы сделали энергетический аудит, и у нас есть энергетический паспорт предприятия. В этом паспорте на 5 лет расписана программа по модернизации нашего предприятия. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напомню, что в гостях у нас был Виктор Дойчев, генеральный директор государственного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго». И сегодня мы говорили вместе с нашим гостем о начале отопительного сезона и проведении его вплоть до весны. «Крымтеплокоммунэнерго»